всем привет в настоящем моменте меня зовут виталий я сейчас в киевской области в городе ирпень сегодня 25 ноября хочу сделать такое небольшое видео зарисовку о том как живут люди в это время в украине сразу расскажу свет у нас не пропал совсем временами он появляется ненадолго конечно после последних обстрелов сбился график отключений вообще сейчас непонятно когда что когда он появится когда отключится вода вместе с со светом тоже постоянно исчезает и естественно отопление тоже вот так вот попеременно ну в это время люди выкручиваются как могут один из моих друзей у которого я вчера побывал в гостях придумал самое простое устройство ну типа бесперебойника которая помогает ему просто быть со светом в квартире то есть такое устройство как которое не позволяет запускать холодильник котел и серьезные электроприборы а просто освещение и дает возможность заряжать гаджеты ну телефоны там небольшие гаджеты и вот я вам хочу показать как он это сделал причем сделал он это на основе обычного аккумулятора автомобильного сразу хочу предупредить автомобильные аккумуляторы опасны для использования дома они могут взрываться для россиян с садистскими наклонностями которые радуются тому что в украине обычные люди мерзнут скажу что нечему радоваться не будет вам счастья от этого потому что собственно мы не так-то и мерзнем у у нас на улице плюсовая температура как видите был снежок но он уже тает и вообще у нас зимы не холодные и мы что-то придумываем вот сегодня я расскажу вам одну из придумок который помогает нам выживать и вообще сколько там той зимы поэтому лучше обратите внимание на фронт и вы поймете что дело идет к тому что украина победит если вам не рассказывает правду о событиях на фронте google в помощь youtube в помощь найдете всю правду а я сейчас иду найти пару кирпичей домой для того чтобы положить их на газовую плиту и чтобы их подогревать на газу газ у нас кстати бесперебойно есть и чтобы они как бы распространяли тепло нагревались на газу и отдавали тепло в комнату в тот момент когда нету света вот смотрите видите человек работает наверху на стене ремонтирует заделывает поврежденный участок дома там был прилет туда попал какой-то снаряд это ирпень здесь шли боевые действия ну вот видите пенопластом заделывают потом заштукатурит в общем люди утепляются на зиму не успели за лето теперь доделывают так здесь я не пройду эти падает там все я хочу найти здесь где-то кирпич для нагрева для того чтобы нагревать его на газовой плите вот здесь где-то я его наверное и возьму видите какая ситуация тут этот дом вообще полностью разрушены две машины сгорела я думаю если я возьму какой-то кирпичик здесь никто не обидится а может в другом месте тут какие-то пустотелые кирпичи очень все переходим к бесперебойнику аккумуляторному сейчас хочу вам показать самый простой самый дешевый способ как сделать так чтобы у вас дома было электричество в тот момент когда во всем городе его нету смотрите это машинный аккумулятор с обычной легковой машины он на 60 ампер то есть мощность у него не самая большая это инвертор то есть устройство которое преобразует 12 вольт в 220 год и вот сейчас подключена очень просто ведь я два провода с аккумулятора идут на инвертор и по этому проводу по переноске включены в розетку и сюда теперь в розетку поступает ток в квартиру в эту систему главное чтобы на щитке был отключен вот этот вот входной с подъезда то есть основной ток которого сейчас нигде нету на примере санузла видите во всей квартире есть свет сейчас и еще одно устройство здесь есть для этого это устройство называется зарядное устройство когда в городе есть свет тогда подключается вместо этих двух проводов эти вот две клеммы и заряжают они аккумулятор то есть когда свет есть аккумулятор заряжается когда свет отключается переключаешь короче и имеешь в квартире свет но при этом вот это устройство хоть тут написано на 300 ватт мощность вот на самом деле на 300 ватт не выдает нужно внимательно изучать такое устройство вы покупаете это устройство не тянет газовый котел то есть его хватает просто вот на освещение в квартире зарядить телефоны можно холодильник не тянет а плюс еще можно роутером тут запитанный роутер здесь оптоволокно так называемое проведено и у провайдера тоже работают генераторы поэтому всегда есть вот здесь где-то роутер свет вот он работа всегда есть интернет в этой квартире даже когда по всем городе ни у кого нету света и ни у кого нету электричество так кто там рвется вот кто живет в этой квартире он пришел со мной поздороваться как тебе живется нормально тут даже теплый пол ему тут уютно ремонт еще не закончен поэтому корыто перфоратор всякое такое и так значит по цене аккумулятор автомобильный новый сейчас стоит около от четырех до шести тысяч гривен но аккумулятор автомобильный не рекомендуется использовать дома они не терпят разрядки частой пришел слушатель слушать что я рассказываю для если вы будете покупать все с нуля то лучше покупать специальный аккумулятор который вот для таких бесперебойных систем подходит но здесь люди просто используют то что есть под руками был у человека аккумулятор автомобиля у него взял и использовал вот это устройство стоило 1600 гривен на ноябрь месяц 2022 года но как выяснилось видите она маломощная и нужно покупать инвертор лучше чем этот такая фирма то есть вот это не покупайте потому что она не потянет почти ничего кроме света а это зарядное устройство стоило 600 гривен в ноябре 2022 года и принципе нормально справляется со своей задачей заряжать вот такой вот аккумулятор и еще здесь есть стабилизатор для того чтобы выравнивать так сказать частоту переменного тока а это очень нужно для того что если вы хотите подключить котел газовый но стабилизатор вот именно из-за того что это устройство очень слабая стабилизатор вообще на себя берет очень много энергии и получается получается вообще ничего не работает через стабилизатор вот такой минус поэтому самое главное в этом процессе купить мощный надежный хороший инвертор встроенным стабилизатором который выдает правильную синусоиду для котлов тогда вы можете подключить газовый котел у себя в квартире и даже иметь отопление когда у всех выключен свет вот такая история я хотел вам показать реальный пример понимаете человек когда покупал это он не знал реально как это будет работать думал что это этого инвертора хватит а его не хватило правда вот такое ощущение вроде бы как бы свет и не выключил то есть простой автомобильный аккумулятор и вот такое вот недорогое устройство позволит вам просто дома имеет свет в тот момент когда посмотрите сейчас выйду на балкон тот момент когда вокруг нигде света нет дом напротив видите полностью темный все остальные дома в тумане слышите звук работающих генераторов внизу какие-то магазины генераторы крутят ну а вот наша квартира здесь освещена единственная практически получается как бы ни у кого нету света у нас из-за одного небольшого аккумулятора машинного обычного из легковой машины есть свет вот ребята которые это себе дома поставили утверждают что на 8 часов запросто им хватает то есть они попробовали несколько раз уже и пришли к выводу что на 8 часов хватает вот этого аккумулятора которые не первая свежесть его сняли с машины потому что он уже стал машине разряжаться часто представляете ему там ну лет пять наверно этому аккумулятору и он еще дома вот так вот дорабатывает то есть если брать по деньгам это самая дешевая система вообще полностью дешевая чисто для освещения правда и плюс интернета что котел это не тянет ну и напоследок хочу еще раз напомнить о том что использование аккумулятора автомобильного небезопасно в домашних условиях во-первых он выделяет испарение там внутри у него жидкость кислота и она потихоньку испаряется а во-вторых он от частого по от частой полной разрядки о боже тут сильно гудит генератор сейчас повсюду такая картина у нас видите амбулатория работает нету света нигде в амбулатории есть потому что генератор мощный стоит гудит на всю улицу в общем когда очень часто разряжается автомобильный аккумулятор до нуля он может замкнуть и может даже взорваться поэтому дома его использовать нельзя по правилам безопасности но если аккуратно например на балконе где-то и следить за тем чтобы он не разряжался полностью то ну как бы не то что можно но приходится приходится сейчас такие времена что можно нельзя это одно а другое дело что делать если нужно как-то вызывать нужно все-таки что-то предпринимать иначе замерзнешь иначе вообще не сможешь даже в телефон зайти потому что все разрядится вот такие дела на самом деле существуют специальные аккумуляторы не помню сейчас как они называются но они закрытого типа у них нету испарений у них даже клеммы по-другому устроены они плоские к автомобилям они не подходят они специально созданы для вот такие виды развалины все друзья на этом сегодняшнее видео я заканчиваю всем мира добра надеюсь эта война скоро кончится и мы заживем нормальной жизнью не Субтитры создавал DimaTorzok